девочки сегодня на кухне готовлю начинки под пирожки приедет наташа сейчас к вечеру с кристиной они едут в больнице домой сейчас передохнем очень жарко на улице душно и приедут к нам вера побежала на почту а я делаю начинки на пирожочки сделала фарш картошку пиро яйцо зеленым луком и что у меня здесь фаршу много я взяла фарш и вот сварила макароны вот с макаронами сейчас обжарю девочки это второе блюдо и сейчас покажу вам начинки ну вот мои хорошие я сейчас фарш вот это на начинку обжарила с лучком сделала яйцо с зеленым луком девочки и картошку пюре тоже с луком пережарила туда смешала фарш остался немножко думаю сейчас я отварю макарошки и сделаю по-фотски вот это блюдо съестся а я щас буду что буду делать тесто чуть-чуть попозже поставлю на пирожки а мы сейчас с вами будем готовить смесь под наше сало и будем валять сало поваляем его она полежит у нас буквально часов 6 и потом его отправим в морозилку замерзнет и брать и кушать резать и есть так это я накрываю и печь выключаю так сейчас девчата будем делать вы не забыли что я солила сало я думаю что нет прошлое прошлую субботу я его обваливала и ставила в холодильник в течение недели я его два раза ну раз 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 нет 2 перевернула нижние слой положил наверх а верхней положила вниз и вот теперь мы будем его доставать и обваливать обваливать дадим полежать ему что 6 7 но можно на день оставить просто в холодильнике опять же не в морозилке она чтобы вот эти запахи напитала в себя сейчас чесночок перчик соль все приготовим укроп один добавлю я и сделаю знаете один с красным перцем другой с черным перцем такое и такое по пакетикам в общем все буду показывать хорошо так девчата я приготовила сушеный чеснок вот такой потом перец красный молотый паприка молотая тоже нам нужно но тут у меня чеснок открытый и перец черный да и чеснок живой сейчас я его почищу а прежде прежде всего я вытащу наше сало вот наше сало которое я солила вот она она просольная хорошая вытаскиваем девочки все кусочки девочки и мальчики это магазинное сало не покупное я не знаю как шкурка здесь будет видите сколько рассола вот это я выкидываю сейчас вы мы пойду чашку и будем готовить смесь которым будем обваливать наше сало я начистила чеснок и теперь вот его через вот эту давилку выдавлю выдавлю и разделю и оставлю еще кусочками там тоже прям сделаю надрезики пошлом сали и воткну еще кусочками девочки у нас такая духота стоит сил нету я вот на кухне и уже ужарилась на нет сегодня как вера поехала еще дело джинсы и черную опять же кофту в общем во всем черном это от мы не слушают молодежь когда им говоришь что в жару надо что-то светленько людьми одевать вчера находила в комбезики в легеньком а сегодня опять влезла в эту черноту и пошла сварится даже забирались очень тяжело на улице трудно испарение идет хотя слава богу сегодня солнца такого нету а духота не отступает я думаю чеснока мне хватит давленого я сейчас разделю на две миски руки чистые никаких перчаток на кухне руки моешь 55 раз на минуты ну потому что чуть поработала опять бежишь краковине чуть поработал снова краковине вот я думаю хватит нам вот этого чеснока это мойка уйдет а тот чесночок сейчас девочки кусочками сделаю у меня вот укроп укропа возьму этот пока пусть лежит а укроп большие вот эти уберу а этот измельчу и добавим давай будем сейчас обваляем руками кусочки и по пакетам положим так мне нужно девчата сейчас я возьму 10 ложку ну и не маленькую вот это разделю пополам каждый конечно солит по-своему да можно сухим посолом можно мокром сырым как сказать ложу соли вот разделила чеснок теперь соли возьму вот так у нас сало соленое вот десертная ложка все хватит мне сок сок дала бы теперь я буду ложить девочки смотрите сейчас я руки вымы потому что после чеснока руки у меня липкие ой девчата я тут разговариваю с вами у меня стоит на стопе я очень смешала сухой сухой чеснок паприку красный перец здесь красный здесь черный и давленый чеснок и по ложечке вот такой добавила соли эти не знаю где остановилась у меня стояла стопа я болтаю это вот жара уже действует на меня остальной чеснок вот такими кусочками я нарезала это буду делать надрезы и добавлю туда тоже чесночок это ничего у нас как говорится не пропадет сейчас главное вымешать вот это все видите она дает уже сок вот этой смесью будем с вами обваливать наши кусочки вот вот она сок дает игры если у кого-то стопка можно все это растереть измельчить я не хочу у меня есть от комбайна я уже честно приустала сегодня я сейчас вот так помну помну и она даст все равно сок вот видите вот такая вот смесь получается гремучая соль перчик чесночок пахнет пахнет я думаю немаловато ли будет потому что сало как бы немало у меня очень даже немало так сейчас девчата на две миски разделю и потом буду так вот тут два кусочка три и три три кусочка и три шесть кусочков у меня значит три кусочка я буду обсыпать натирать вот этим нашим смесью а три вот той и плюс сделаю надрезики в нее потом запекаю вот этот чесночок правильно давайте давайте еще паприки молотый добавлю можете положить любой специи какой вы любите то и положите вот вот хватит вот можно еще чуть-чуть сольки добавить она даст более сок такой соль 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 у меня сегодня крупная у меня закончилась соломки и я прям добавила крупную я немножко отвлеклась здесь вера тут сбрасывала мне сообщение идет почта получила письмо я готовлю девочки шесть пакетов шесть пакетиков которые буду заворачивать сейчас сало так четыре пять шесть надо нужно шесть все по отдельности положим вот эти пакеты какие-то не путевые у меня но я этот раз купила путевые хорошие пакеты крепкие и вот эти вот где разъединяешь вообще ерундовые так ну что сейчас будем брать вот так делаю сразу потому что руки сейчас у меня будут в этой смеси в гремучей у меня все насти все для девчата абсолютно верхний нижний этаж все подвалы пооткрывала и вообще нету дуновения даже представляете как душно в доме это вообще какой-то ужас я уже дождя хочу я уже дождя хочу так ой сюда пока положу наши цельные буду валять вот на дощечке я не знаю как шкурка шкурка дубовая девчата сразу говорю если бы домашняя была да там была бы шкурка сало вкусное но шкура не прожевать почему это свинина покупная ну давайте вот эту буду сейчас натирать сейчас натрем натрем прям втирать буду а потом можно тоже прям пересыпать еще в красном это уже в пакете можно и так сделать и вот здесь буду делать надрезы вот здесь сало вот так возьму надрежу и вот в эти вот надрезы девчата я положу прям чеснок вот туда вот туда 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 чеснок сало не испортит чеснок сало не испортит ну шкурка это по видимо у меня срежется потом просто выкинется потому что ее не угрызть ну просто не угрызть так ложу этот кусочек в мешочек берем второй кусочек вот прям вот так вот руками руками беспощадно мажем втираем тут у нас чесночок перчик ничего такого нету и тоже сделаю надрезы обязательно сало сало когда оно с этим с чесноком ну это же вкусно сало просолилось видите вот оно сегодня у меня полежит до вечера буквально сало и вечером мы уже его переложим в морозилку в камеру а потом доставай и кушай это вкусно это вкусно но я половину конечно отдам костя костя кушает сало вера не ест наташа тоже не ест а есть костя и я поэтому мы будем с ним кушать еще кусочек вот это что останется я все разложу в пакет прям буду все это добавим по пакетикам чтобы ничего не оставалось и пускай оно впитывается ну девочки запах наберется сало само соленое вы знаете что я его держала неделю еще раз повторюсь что я его перекладывала он дал сок у меня и я конечно два раза переложила нижний подняла верхний туда положила потом положила нижний вниз то есть поменяла местами просто чтобы вот в этой вот водичке сало было ну сало имеет такое свойство она лишнюю соль не возьмет она возьмет сколько ему нужно и все шкуру я не стараюсь обыдывать потому что шкура срежется девочки жесткая очень жесткая когда мы вот держали хрюшку да пропаливали так ее шкурку чтобы она была прям вот мягенькая ну магазинную так вы не сделаете вернее так не делают сейчас я вымою ручки и будем валять с вами вот те кусочки хорошо не убегаем далеко сейчас ну вот сейчас я вам все этот кусочек ложим тоже в пакет что у меня получилось это я сейчас тоже ополосну девчата вот смотрите у меня три кусочка которые мы поваляли в этом теперь красный перец молотый я просто вот так возьму еще добавлю так хватит и что теперь я сделаю потрясу 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 ой сейчас я чихну потому что запах пошел перца в нос вот так трясу чтобы она прям перцем красным запах конечно смотрите девчата вот так безжалостно опа видите пакеты ерунда не пакет но перекладывать не буду вот здесь завяжу вот такие были у меня плохие пакеты ладно до вечера потом я переложу этот пакет видите ну как бы перчик перчик мой высыпался про клеенку спрашивали девочки Таня что у тебя за клеенка на столе у меня на всех столах идет клееночка она продается девочки вот она видите есть тоненькая есть цветная есть однотонная есть потолще если купите потолще вот у меня на за обеденным столом там прям толстая клеенка все девчата вот так заворачиваю это будет стоять буквально до вечера пахнет вкусно ой все это смешали вот так заматываю пускай оно впитывается и оставлю в холодильник положу но не в камеру а вечером уже вечером переложу в нормальные мешки вот это вот стык вот этот тоже порвется видите опа все дырка чушь они мешки другой мешок надо так я сейчас дощечку вымою и мы с вами продолжим вот те три кусочка валять девочки маловато у меня чеснока нарезанного думаю дай-ка я сейчас быстренько еще почищу порежу потому что и кусочка а чеснок то я позапихивала в те кусочки чеснок китайский покупала у китайца свой свой не сажали никогда кстати мне не сажали почему-то его как-то под осень сажают я вообще честно сказать не огородник девчата это вот так знаете сажали огород сажали конечно помоложе были но так чтобы вот прям быть заядлым огородником нет я лучше 150 раз буду наводить порядок дома что-то мыть стирать убирать наводить уют вот это я люблю огород честно не люблю вот поэтому ой кому что видать кому-то огород кому-то квартира там меня спрашивали Таня раньше вы жили в квартире мы жили в центре города 15 лет там старые китайская миллионка старые были дома мы там прожили 15 лет прям возле набережной я как-то показывала даже видео снимала и показывала мой дом он и сейчас стоит девочки там только немножко его попеределывали там ресторан кафе какое-то сделали в общем дом-то мой стоит когда прохожу всегда ностальгия разворачивается такая ну потому что там дети родились там и росли а потом нас всех-всех переселили в девяностом году в один дом в один как бы дом попали мы все в основном в один дом не все в один там рядом еще улица туда попадали некоторые а некоторые даже в один подъезд мы попали и там я прожила в квартире с девяносто так с девяносто по двух тысячи третий год вот и считайте тринадцать лет я прожила в квартире на третьем этаже там сейчас живет дочь а с третьего года я уже перешла вот в дом и живем мы в доме уже конечно в квартиру жить никто не хочет идти после дома потому что дом это дом девчата в доме даже ну не сравнить с квартирой вот это жестче сало то прям хорошее такое было сейчас посмотрим это вот такое видите вот я любила свою квартиру конечно там у меня дети взрослели вот но наш дом какой-то несчастливый там очень много смертей очень много 90 вот эти года пришлись вот и вроде бы как тот дом наш стоит на на кладбище я не знаю девчата как тут надо поперек поперек вот так резать а я сало видите срезала наоборот вот вот оно сало вот ну сейчас мы вот так вот будем резать вот оно режется вот так приходим вот к дочери в гости да насколько нам говорит мама оставайтесь ночевать мне домой надо домой и только домой ну как то вот уже настолько привыкаешь здесь вышел во двор да ты на улице природа вышел на качелью сел да даже пошел вот погулял по сопке просто так без всяких забот и хлопот вышел и пошел погулял а там чё вышел на площадке шум гам я уже отвыкла девчата не хочу как бы меня не прельщает честно уже это дело вот это сало жестче то было прям мягенькое а это сало жестче девчата так ладно сейчас тоже это в пакет это буду отсыпать прям вот с черным перцем обсыплю сейчас еще кусочек вот это мягкое вот видите его с разных мест сало взято и оно разное ну посмотрим потом будем сало это варить как вот я делала раньше соколки с приправами варишь буквально прям там пять десять минут его отвариваешь и остывает со специями делаешь эту водичку и когда остывает оно прям там плавает а потом девчата тоже вот так валяешь в специи все эти и под морозилочку она когда уже так схватится ой это вкусно оно получается вот как продают вареное мясо окорок вот такой получается вкусное я делала всегда раньше так 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 ну это наверное вот в этот пакетик положу два кусочка в одном пакетике это это уберу все это мыть сейчас девочки ручки ручки ополоснуть ручки что маркиз пришел а давай им фрикадельки муся наелась и пошла во своясь она сегодня на улице ночевала потому что вчера за гривок маркизу я намазала отболшек и муську не пустила в дом девчата это посыпаю вот еще перчик прям вот так вот насыплю она шла думаю вот если она налижется ему то на холку высоко прям за гривку я посыпала вылила а кошка там ходит думаю не 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 надо убирать пускай ночует на улице она найдет где там ей переночевать залезть под домик в эту в отдушину или под дом в подвал зайдет но утром пришла довольная нагулявшись ну вот так вот обсыпала все прям пахнет и это тоже перцы перцы сваляем перцы раньше перец был девчонки все равно душистый чем сейчас я не знаю почему ну раньше там вот нюхнешь его капельку ты будешь полчаса стоять и чихать согласитесь а сейчас все равно такое ощущение что туда что-то добавляют что ли все обваляла лажу ну ждем вечера все я оставлю это сейчас переложу в маленькую чашку и ставлю в холодильник потому что пускай она нет это маленькая побольше чашечку надо сейчас найдем побольше бакист ты чё помогать пришел ну поздно пришел поздно сейчас будем тесто ставить вот так и вот эти вот кусочки все ставим девчонки ставим на полочку в холодильник не в камеру и стоит до вечера дочь приедет вечером будем пробовать а я сейчас буду тесто ставить месить тесто девочки мои ой девочки пришла Вера принесла письмо суда ну это письмо такое которое я уже дозванивалась в суд и знаю что двадцать второго в два часа дня у нас будет судебное заседание а сейчас я буду девчата ставить тесто на пирожки и пойдем быстренько там надо залезть наверх лампочки вкрутить три лампочки сгорело в люстре у Веры вот на лестнице надо залазить одному лезть другому лестницу держать лампочки поменять Вера будет полы мыть полы перемоет тюли вешать в общем дел полно девчонки не знаешь за что хватануться вот честное слово тюли постиранные но я все ждала когда Костя заберет диван мой новый мне надо было там подмазать замазать а потом уже так я хочу сметану сюда добавить сметаны пирожки вот вот вам и сметана а сметана со светофора настоящей сметаны нет ни в магазинах нигде сейчас что есть настоящий ничего нет добавлю сюда сметанки сейчас масло растительное и будем замешивать дрожжи я уже кинула вот Наташа уже приедет мы пока быстро с Верой доубираемся дома надо полы перемить ну это девчонка будет а мне там тоже помочь ей со шторами шторы повесить так а потом пирожки настряпаем 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 Вера говорит я устала я говорю а что ты устала да устала мама пока автобус ждала так масло у меня одно закончилось девчата Дива Алтай откроем подсолнечное масло вот а какое же было у меня о память а было злато ну вот откроем Дива Алтай который я купила в светофоре и посмотрим запаха никакого нет запаха никакого нет запаха вообще девчат нету вообще ну вот посмотрим что за масло я плюхнула сейчас сейчас замешу тесто девочки и пусть оно стоит а я пойду туда потом пирожки настряпаю и вам мои хорошие покажу сколько чего получится вот я думаю что каждый умеет их стряпать да просто знаете чтобы большое видео не было сейчас просеем быстренько быстренько на улице очень душно очень душно в общем девочки вот таким образом сейчас буду замешивать буду замешивать на обеденном столе он у меня пониже и я вымешиваю прям на столе а я кстати себе заказала коврик для теста на алиэкспресс но он придет аж в конце августа что-то там опять долгая это доставка ну знаете как я не жду доставку вот нам в Валберис пришли моя пряжа пришла верно сумочка пришла пришло платье ее и пришли ее кроссовочки сегодня мы конечно не идем завтра тоже не пойдем а пойдем послезавтра там еще на подходе у нас вещи и все получим будем мерить если вдруг вдруг девчата не подойдут то за обратную отправку по 100 рублей надо платить и отправляешь назад а я заказала вчера себе резиновые сапоги серенькие помните я заказывала на озоне голубые но они пришли и их отправили назад меня не известив вообще никак думаю ну отправили больше я у них заказывать не стала вчера на Валберисе смотрела серенькие 711 рублей мне чего на них на танцпол что ли те вот когда дожди с горы спуститься с моей сопки думаю я куплю были желтые красные черные и серенькие но желтые конечно это вот знаете подросткам девочкам там красный тоже как такой цвет синенький можно было и серенький ну вот это там выбирала выбирала там же еще чтобы и по икре подошли и подъем ну выбрала серенькие в общем пошла я замешивать тесто девчата уже подключусь когда начнем жарить пироги всем всем хорошего денечка всем ой вот девчата мое тесточка смотрите какое красивое получается во вот прям просто чудное немножко вот сметана добавляла и вымешивала чтобы было мягенькое не забитая ой кошка орет что такое кто дерется кошаки вот вот скатерть лежит вот здесь вот клеенка вот она видите здесь толстая вот показываю а под ней скатерть из рогожки это василек девчата скатерть шикарная одна у меня есть с подсолнухами а это вот маки ну красивая красивая прям такая хорошая вот вам опять же рекламирую василек так ну что тесточка мучиться вот так сделаем и ставлю тазик и накрою тазиком а сама пойду веритом помогу поменяю лампочки в люстре вот наше тесто вот такая красота тесто готово пусть поднимается крышкой накрываем девчата и оставляю а сама убегаю все ставлю в теплое место дверь прикрою чтоб сквозняка не было и уже встретимся с вами с готовыми нам пирожками вот мои хорошие давайте с вами посмотрим наше сало и буду убирать в морозилку у меня девять вечера дочь только начала жарить пирожки чуть не прозевали пирожки вот девочки запах просто обалденный обалденный вот этот кусочек я отрежу мы оставим а тот уберу в морозильник наташа вот такой любит но это зятю и мне хотя наташ может и ты будешь я не знаю как можно не есть сало так все не буду резать вот такие кусочки у меня слюна бежит наташ на попробуй не хочу я его не ем Кристина будешь нет соленая в меру очень-очень вкусная это я оставлю кусочек опять маркиз у меня под ногами м-м-м-м какая вкуснятина девчата а это отправлю в ларь здесь в холодильнике места нет понесу туда потом просто достаем отрезаем и кушаем ой вкусная чесночок перчик давайте вот с этого еще кусочка тоже отрежем и понесу все в морозилку что с красным было перцем а это вот с черным Вера пришла вы уходите наверх ой вкусняшка это вот такое так отрезаю ну вроде как и шкурка режется но не знаю как шкурка шкурка будет жесткая пробую вот этот кусочек пожестче а то сало помягче м-м-м шкурка съедается вкусная но когда будете допустим резать вот это можно снять это я буду душу отводить и Костя в двери не влезут влезем и в двери Наташа говорит и в двери не влезем очень вкусно девочки это в морозильник несу в камеру ой это вкуснятина я прям слюнями захлебываюсь настолько это вкусно в общем сало готовое убираю в морозильник достаем когда вам хочется и кушаем можно и картошечку пожарить можно и глазунью сделать с этим сальцом а лучше всего м-м хлебушек сальца ну и мужикам 100 грамм рюмочку это кайф м-м правда вкусно очень вкусно Наташа делает пирожки Наташу девочки не показываю мы по домашнему одеты ходили по огороду а покажем показать тебя сейчас я камеру переставлю Наташа жарит пирожки настряпали пирожков смотрите два противня сделали с яйцом и с картошкой с мясом делать не стали вот Наташа вам покажу всем здравствуйте Наталья жарит пирожки мы любим любим но есть будем только утром вон там пирожочки есть будем утром так мы уже поели пирог с мясом вкусный Наташ тебе понравился мамкин пирог вкусный съели пирог с мясом и дыню увернули я попробовала сало девочки сало да зять придет за уши не оторвать от сала да сало он любит это у нас с яйцом с яйцом а это у нас с картофелем пока ходили по огороду все поднялись наши пирожки надо срочно срочно их печь вот но на этом девочки я этот влог буду заканчивать Наташа у меня остаются с Кристиной эти дни здесь поэтому мы еще будем в кадре будем в огороде завтра собирать крыжовник будем и там кое-где еще вишенка вот этот жук лежит здесь Муся пошла на улицу видать Кристина с Верой пошли наверх Маркиз поздоровайся ходят под ногами девчата просто под ногами а на этом мои хорошие а то влог получается уже длинный длинный Наташа вон жарит жарит пробу вкусно ты же говоришь не буду Сами не покупайте а готовьте сами да 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 свои домашние домашние то вкусные в общем мама старалась три начинки но использовали только две потому что много уж больно пирожков ну ничего ладно девчата всем здоровья счастья долголетия всего всего самого 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 мы вам так скажем подписываемся на канал ставим пальчики вверх нажимайте на колокольчик пишите комментарии всем пока пока с вами была ваша Татьяна пока